Так, кстати, забыл поменять страйк, это у нас уже восьмая игра, стрик пока плюс семь. Наверное, надеюсь, в последнюю игру будем играть гуннами, потом перейдем к другим цивилизациям. И сейчас потихоньку начнем уже концентрироваться на таких аспектах игры, как микро. Обзор мини-карты во время игры и, собственно, грамотное использование ресурсов. Вот это вот, наверное, три проблемы, которые довольно часто встречаются на уровне от 1700 до 1800 по, естественно, рейтингу гугли. Так, прежде всего, давайте разбиндим вот этих вот овец, скаут, естественно, ставим и будем переходить от них по мини-карте. Так, здесь сбрасываем, вот этот лес мне нравится, там, похоже, хорошее такое углубление. Переходим к овцам по мини-карте и, соответственно, не будем много с шифтом расписывать именно на дороге. Будем по-коротенькому все делать, чтобы чаще переходить к ним. Будем сейчас стараться просто больше всего делать по мини-карте, чтобы привыкать смотреть на нее. Раз, глаза на мини-карту. Разведка. Одно из самых важных сейчас наших заданий это почти не скроллить. Вот сейчас я, например, скроллил, этого делать не надо. То есть выделил овцу, нажал на мини-карте на таун-центр, скинул ее туда. Ну, кабана уж можно было чуть-чуть проскроллить, в этом нет ничего страшного. Но стараемся сводить скролла к минимуму. Немножко поздно, может быть, я вышел за кабаном, но ничего страшного, сделаем айдл. Довольно четко у нас добываются все ресурсы. И держим в уме, что у нас на лесопилке кушают два креста, одно дерево. Поэтому оно закончится раньше, чем на популяции 20. Заодно давайте сейчас отметим, на каком попе закончатся эти деревья. Добавил я одного сначала на кусты. И только теперь... Только теперь... Добавлю креста на кабана. В принципе, как видите, айдла у меня не будет. И не забываем смотреть на мини-карту. Сделаем двухцветный режим, потому что в нем мини-карту наиболее... Наиболее удобно на нее смотреть. Красный цвет отлично заметен, как и синий. Оп, закончили. Раскидываем. Фермочку. Второй кабан. И чекаем сразу количество крестов на лесе. Четыре. Вполне возможно, что это будет драж. Сомневаюсь я, что он будет делать скаут драж четыре креста. Это как бы в основном только я так делаю. Хотя, в принципе, после того, как я выиграл все гунвары в турнире... Я думаю, вполне могут за мной уже повторять билды. А не за каким-то нуба-вайпером. Так, второй лес. Второй лес, второй лес. Наверное, это будет вот это вот место сверху того деревца, на которое я поставил флажок. Давайте чекать золото, пока он еще его не собрал. Может быть, да, все-таки делает он четыре креста для какого-нибудь... Либо даже форварда, либо для скаутов. Да, по-прежнему четыре вилла. Еще в чем фишка четырех крестов? Намного сложнее понять, что будет делать оппонент, собственно, как сейчас я и пытаюсь гадать. Ну, да, видите, он делает драж, потому что крест пришел на гол. Сейчас будет собирать 10 золота и дражит нас. Отлично, как раз самое... Самый хороший такой моментик. Посмотреть, как правильно играть конкретно против дража. Приволивать крестов мы не будем. Будем как раз уже пытаться использовать элементарное микро. Просто обращать внимание не то, как это быстро делать и как кликать, а что вообще, в принципе, нужно делать во время микро. Так, вот эта лесопилка мне нравится больше. Кину на нее я шесть виллов. А здесь... Вот на эти деревья сейчас нельзя отправлять крестов. Их надо будет контролить, иначе... Иначе кресты будут тупить. Барак вообще в идеале было бы поставить вот здесь вот и приволить здесь пару тайлов. Но так как я хочу продемонстрировать именно какие-то элементы микро против дража, то делать я этого не буду. Закрываться против дража, соответственно, не буду. Немножко рановато ставлю я барак. Только сейчас 50% и барак уже построен на 50%. Но, в принципе, ничего страшного в этом нет. Вполне возможно, что сейчас будет недостаток какой-то по дереву, потому что придется вилл варить. Хотя оппонент, кстати, заметьте, еще не нашел меня для дража. Это очень плохо. Сейчас закончат кушать вот это дерево. Сразу надо раскидать здесь виллов. Да, видели, там крест уже на несколько секунд начал тупить. Так, скаутом бежим домой. Бежим. Кажется, нас нашли. Традиционно все апгрейды. Скаут апнутый уже бежит. Первое, что будем делать, это пытаться отвлекать его драж своим скаутом. Так, во-первых, здесь скаут он потеряет. Что, несомненно, печально для него. Так, где его драж-то? Да, очень нетайминговый у него драж. Ну что ж, спокойно делаем плюс 2 скаута. Этого должно будет хватить. Возможно, плюс 3 сделаем скаута. И 7 нон-стопом фермочки. Да, что-то совсем маленький у него счет. Да, вот и менты, еще одного скаута. И будем их убивать. Причем, смотрите, как будем убивать. У него он ранен, и вон на волке. Поэтому будем именно ждать, когда он подойдет к крестам. Но он что-то этого не делает, поэтому закажу просто 4 скаута. Ага, он апнулся. Все, возможно, он апнет ментов. Смотрим сразу, как я говорил, на тайминг кампа. 12 примерно 0-0 был ап. Это означает, что вполне возможно, что это не фаст кассл. Да и, скорее всего, это не ФК. Поэтому сразу ставим просто стрельбище. Будем добавлять скирмов. Не будем делать много скаутов, как я делал это в последней игре против дража. И сразу чекаем. Пытаемся найти его ментов. Довольно хорошо он отступил. Подозреваю я, что сейчас ко мне придут 3 апнутых мента. Но будем разруливать их, опять же, за счет микро. Потихоньку выходим на золото. Здесь уже, наверное, лучше закрыться. Даже вот так вот, как я это сейчас делаю. Здесь закрылись. Здесь один скаут контролят. Здесь 3 скаута ждут. Ждут, когда к ним придут. Смотрим на мини-карту. То есть сейчас вот не буду прыгать по этим юнитам. То есть ни по верхнему скауту, ни по нижним трем. Просто смотрим на мини-карту. Так, так. Так. Шахту на голде ставим в одном тайле. Так, ну и где его менты? Что-то он к нам не торопится. Вот здесь у нас место, которое в будущем тяжело будет просматривать. Ну и точнее у нас 2 таких места сейчас. И так как армию, скорее всего, буду держать вот на этой горке. То есть снизу вот это место мы будем просто палить кузницей. Давайте раз такая открытая карта пораньше сделаем Таунвотч. Ждем сейчас где-то... Какого по счету креста? Шестой крест идет на золото. И будем делать уже... Будем делать уже тачку. Да. Не хватает чуть на кузницу. Сейчас сначала построю кузницу. А потом после этого креста закажу тачку. В принципе, пока не приходит он. Может быть, есть смысл чекать чуть-чуть пошире. А, здесь вообще лес. Отлично. Давайте добавим на лес. Я подозреваю, что понадобится мне больше ферм. И, соответственно... Больше леса. Потому что буду делать приоритеты скирмов. Не забываем смотреть на мини-карту. Там пока что-то все тихо. Ага, по-моему, я тут что-то видел. Нет. Видно, показалось. Добавляем фермы, так как мы потратили много еды именно на апгрейды. И мне кажется, пора идти в разведку. Здесь у нас уже есть. А давайте здесь построим аванпост в этом месте. Соберем 10 камней вот с этой вот этой. И раз он не хочет к нам идти, пойдем сами к нему. Так, что у нас здесь у стенки? Ну и пофиг, будем пробивать. И не забываем все время смотреть на мини-карту. Как только мы увидим там что-то красное, надо будет сразу среагировать. И что-то делать на базе. Так, вот в эти два ТЛ прикольно должна зайти новая лесопилка. У нас довольно много скирмов. Выгодно сделать сейчас броню им. Даже с учетом того, что это должно отложить ап. Есть у меня скаута, за счет них буду разводить. У него только плюс один по апам. Спалили мы это у лучника, который только что вышел. У нас же уже будет все намного лучше. И довольно много здесь ментов, я вижу. Интересно. Менты без апов, а их, кстати, было бы очень прикольно засяпнуть. Так, теперь начинаем микрить. Что мы делаем в микро? Во-первых, мы всегда двигаемся по диагонали. То есть выбираем правильную траекторию. Теперь фокусим пики, а скаутами, соответственно, бежим на лучников. Так как их очень маленькое количество. Просто, если бы лучников здесь было бы меньше, то, скорее всего, выгоднее скаутами было бы просто бегать. Ой-ой-ой, сколько я говорил про миникарту. И смотрите, какой фейл. Какой фейл, какой фейл. Печаненько. Но ничего страшного. Восстанавливаем крестов на лесе. Здесь мы бой выиграли. Так, здесь что? Мы деремся под горкой, поэтому раненых начинаем убирать. Отлично, сейчас он стреляет по скирму. Он, точнее, стрелял. И башню он ставит довольно плохую. Так, почему ап не нажался? Так, ап на гол. Здесь начинаем просто отбивать. У нас сейчас нет цели проходить там куда-то дальше. Так, блин, стейграунд. Да, спокойно стейграунде. Стоим и всегда держим в уме, что сейчас нам придется, да, просто убегать сюда. Незачем нам там сейчас терять армию. Продамажили нам экономику, поэтому не буду торопиться. С апом седла. Спокойно лепим пика скирмов. Ой, лучников и скирмов. Так, и на этот раз давайте все-таки смотреть на миникарту. У меня в обычной игре это не особо получается. Еще и с комментариями. Так, скоро будет ап. Вот эта пачка лучников. Заказ, точнее, лучников. Скорее всего, не успеет уже прийти на форвард. А лучники хороши только в ранних замках. Чем раньше мы начнем лепиться, тем лучше. Хотя, опять же, это не ко всем ситуациям относится. Если вдруг сейчас будет какой-то размен, то, конечно, намного выгоднее было бы иметь сзади новую пачку лучников. Но, тем не менее, надеюсь, что... Да, соответственно, сразу прожимаем. Заметьте, как юзуется Реса. Сейчас к моменту, когда у нас все апнется, мы уже находимся на базе оппонента и будем сейчас развлекать его здесь. Отходим по диагонали и за счет дистанции нарезаем вторую броню, так как мы сейчас будем здесь много под стрелами и под башнями ходить. Так, вот ферму сейчас обновлять не стоит, потому что еды у нас с вами много. Даже на два таун-центра должно хватить, а дерева как раз-таки немного. Так, давайте универ поставим вот в это вот место, которое у нас немножко можно считать больным. Хотя, конечно, в последний раз... А, да, кстати, еще заметьте расположение моего таун-центра. То есть я сразу таун-центром ставлю его не, скажем, здесь где-нибудь, да, хотя здесь тоже хорошее место. Не вот здесь вот ставлю ТЦ, а именно в том месте, где у меня карта не позволяет закрыться мне. Ну или, по крайней мере, там, где я сам не закрылся по своей инициативе. У меня это место здесь, поэтому, собственно, там я и не ставлю... Там я и ставлю таун-центр. Так, нету пилы. Давайте от этого креста отменим. И четко прямо сделаем пилу. Копим потихоньку ЦА. Так, сколько у нас ферм? Так, блин, не увидел. 12 ферм. За счет кольца здесь надо перемигрывать. Опять идем просто по диагонали и всегда стараемся отступать. То есть наша задача увеличивать дистанцию. Вот что еще очень важно во время микро, это не бояться застерять юнитов. Да, я микро сейчас далеко не идеально. Тем более, я что-то не чувствую лаг даже. Не могу, честно сказать, лагает игра или нет. И параллельно фигачим заказ. Да, выиграла там, хотя у меня было больше армии. Должен был выиграть там с большим отрывом. Ну, в принципе, в этом нет ничего страшного. Нам нужен еще один таун-центр. И давайте, давайте поищем это место. Вот здесь, у нас есть две горки. Одна была сверху, которую мы уже заняли. И вторая снизу. Вообще, вот этот универ, я думал, я его ставлю как бы для защиты, да, неплохо. На самом деле, это так себе универ. Ну, давайте поставим таун-центр здесь. У нас здесь есть золото. Которое мы практически не прикроем, но, по крайней мере, сделаем его чуть более защищенным. А вот эту часть карты при случае, скорее всего, будем отдавать. Такое тоже бывает. То есть, если начнутся рейды, вот здесь будут какие-то волы, вот здесь будет вол, а вот здесь будет вставать, собственно, вся экономика. Так, стараемся держать четкий дозаказ. Да, вот эти тревушники, их, значит, лучше было вообще не заказывать. То есть, еще раньше отменить. Но на деле, конечно, надо было просто использовать их в бою. Сейчас начинаем немножечко разводить, отвлекать. Так, и сейчас опять начинается микро. То есть, здесь, здесь просто ходим. И заходим внутрь. Вот сейчас надо держать в голове, что нас вполне могут поймать. Раскидываем пачки ЦАНа двух виллов. Так, там он не закрыл, это хорошо. Так, мини-карта, видим его здесь. И GG. GG пишет оппонент. Ну да, нет у него дополнительного таун-центра третьего, только здесь. Здесь пишет, что у него плохая карта. И это действительно так. Не очень она хорошая. Но разыгрывать ее, в принципе, можно. Здесь есть все-таки довольно неплохой лес, судя по песку. Но, тем не менее, мне кажется, у него большой дисбаланс по золоту. Смотрите, у него три шахты, плюс здесь таун-центр и довольно много крестьян на них. Но леса, я думаю, ему не хватает. GG. GG.